Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы уже анонсировали, председатель Верховного Суда Латвии Расберс Бичкович у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, может быть, такой вопрос, такой концептуальный. Как вы сами видите, оцениваете сейчас развитие судебной системы Латвии? Потому что, ну, с одной стороны, мы знаем, что определенная реформа по тому, чтобы как-то оптимизировать эти судебные процессы прошла. С одной стороны, с другой стороны, мы часто слышим в публичном пространстве, что вот очень долгие судебные процессы, что надо как-нибудь ускорить, судей, может быть, не хватает, кто-то заболел, в результате все это откладывается на месяцы. Вот как вы сами видите эту ситуацию? Ну, если попытаться говорить, придерживаясь каким-то объективным показателям или характеристикам, может быть, немножко отложив в сторону эмоций касательно того или другого конкретного дела, я бы сказал бы, что в основном латвийская судебная система функционирует хорошо в соответствии с теми установками и международными, и законодательством Латвии, в том числе, значит, и с нашей Конституцией, с Атверсме, в частности, в полном объеме гарантируя одно из основных прав человека, то есть право на справедливый суд в случае, ну, каких-то затронутых интересов. Ну, может быть, следует несколько пояснить, чтобы не быть голословным, и, может быть, кто-то мог бы сказать, что это как бы только в интересах своего мундира, но достаточно много есть объективных, в том числе, допустим, есть такой, так называемый скорборд, значит, обобщение чисто в цифровом плане работы всех судов государств Евросоюза по разным критериям, в том числе и количество судей, количество дел, жалоб. То есть это не вы оцениваете, это Европейский Союз, да? И, может быть, для кого-то это будет невероятно, но мы с 2004 года, то есть вот сравнительно в очень, ну, небольшом в периоде времени, смогли стать вот в этом списке, если или в этой, значит, оценке, не где-то внизу, но мы занимаемся стабильно где-то позицией в середине, в том числе даже, ну, может, опережая некоторые так называемые старые демократические государства. В частности, следует, наверное, и напомнить, или еще раз сказать о том, что 1 ноября была ежегодная большая конференция латвийских судей, на которой был приглашен и выступал и новый президент Латвии, господин Левиц, который по образованию и по практике, ну, ему трудно, наверное, сомневаться в его компетентности, он со всей ответственности дал оценку о том, что, к сожалению, в обществе, ну, создается или поддерживается не совсем правильное впечатление о судебной системе Латвии, и что судебная система Латвии работает хорошо. Ну, вот, не могу вас не спросить, вы, конечно, правы в том плане, что нельзя как бы выделить один судебный процесс и сказать, что вот это главный, а вот это не главный. Это понятно. С другой стороны, мы понимаем, что есть какие-то резонансные вещи, которые, ну, нельзя игнорировать, поскольку судьи тоже живут в этой стране, по этой земле ходят. Я имею в виду, конечно, эту историю золи туда. Я думаю, неоднократно журналисты у вас тоже спрашивали. Ну, понятно, что там и судья заболел, все это бывает в жизни. Но, тем не менее, ну, многие, особенно, прежде всего, пострадавшие, родственники погибших, конечно, шесть лет прошло, ну, вот, все это очень медленно идет. Что тут можно сделать? Ну, надо сказать, что то, что я отвечаю на первый вопрос, может быть, показалось, что я как бы самодовольным или это совсем не так. И пусть даже оценка объективно может быть довольно хорошая для системы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить эффективность работы судов, в том числе и усовершенствование разных процессуальных регуляций, в том числе позволяющих ускорить, значит, те или другие процедуры. В частности, вот, если мы говорим о этих нескольких, тут следует акцент ставить именно на нескольких судебных разбирательствах, потому что надо, кроме этих нескольких дел, так называемых громких, ежегодно судами Латвии десятками тысяч дел рассматриваться, то, как правило, это, значит, длительность рассмотрения этих дел обусловлена, во-первых, их объемом, объемом количества участников процесса, что чисто объективно не позволяет в течение, может быть, несколько дней или даже недель быстро и, ну, очень, как говорится, своевременно рассмотреть какое-то дело. Дела, конечно, бывают разные, но надо понять, что в деле, в котором участвует несколько сотен разных людей, сторон, свидетелей, экспертов, да, это все требует время. И полагаю, что каждый человек, который лично заинтересован в разбирательстве дела, он, конечно, заинтересован, чтобы его дело было заслушано с особым вниманием, досконально, в полном объеме, скрупулезно рассмотрено. И просто, ну, вот это те, которые, может быть, основные объективные причины этим некоторым, буквально некоторым делам, которые действительно, может быть, ну, есть пословица о капле черной смолы, которая, может быть, портит целую бочку меда. Ну, в данном случае можно как-то вот это сопоставить, что действительно, если на фоне этих десяток тысяч дел, эти дела, конечно, ну, особенно кидаются в глазах, и, конечно, они неприятны не только, кстати, обществу, но даже самой системе судов, которая никак не заинтересована, чтобы конкретные дела были как можно, допустим, дольше рассматривались, или, ну, даже трудно представить, какие были бы эти причины, чтобы кто-то так специально, я имею в виду судей, затягивал рассмотрение того или другого дела. Да. Ну, вот вы все-таки полагаете, что удастся вот как-то вот придать, если так можно сказать, ускорение вот этому процессу по золи туда, несмотря на всю сложность? Вы уже сказали, что очень много участников этого процесса. Я полагаю, что, ну, конечно, мы идем к тому, чтобы как-то, ну, в рамках разумного, потому что тут надо понимать, с одной стороны, у нас, конечно, есть интерес в разумные сроки рассмотреть дело, потому что опоздание или несоблюдение разумного срока может быть основанием подачи заявления, иска, допустим, в Страсбургский суд по правам человека. Но, с другой стороны, вот это ускорение каких-то процедур не может быть за счет, ну, допустим, принципа невиновности или же за счет какого-то, ну, рассмотрения дела в полном объеме, насколько это возможно, конечно. Но, как я говорил, работает и постоянно при Министерстве юстиции работают фактически постоянно, и при присутствии представителей всех судов, в том числе и Верховного суда, специалисты работают над поправками, необходимыми в том или ином процессе, позволяющими ускорить те или иные процедуры. Да, если мы говорим вообще о специализации судов, сейчас такая модная тема стала с подачей Министерства юстиции господина Борденца. Вот, с одной стороны, может быть, не специалисты могут сказать, действительно, ну, судьи живые люди, да, они юристы, да, многие очень долго поработали в суде, у них большой опыт, но, наверное, нельзя быть специалистом во всем, да, так сказать, кто-то специализируется по гражданским делам, кто-то по уголовным гражданским делам, как мы все знаем, тоже очень большой вот разброс, да, всяких разных тем, потому что одно дело какие-то сложные, извините, экономические, финансовые махинации, или там все налоговые истории, там, акции, ну, все что угодно, да, с другой стороны, просто какой-то гражданский спор между двумя субъектами, то есть разброс очень большой, и люди могут сказать, что, ну, действительно, может быть, в этой идее господина Борденца есть рациональное зерно, чтобы как-то провести такую еще более мелкую специализацию. Или вы считаете, что в небольшой стране Латвии все-таки вот такие совсем мелкие специализации, это неправильный подход? Касательно специализации, если мы внимательно будем следить, допустим, за оценкой ситуации или развитии вообще судебной системы, в частности, по поводу специализации, то следует отметить, что совсем не давно, буквально в прошлом году закончилась одна, ну, можно сказать, историческая реформа по упразднению малых судов районного звена, то есть у нас вместо 36 или даже больше районных судов, в настоящее время есть 9 судов, и одна из целей такой реформы было обеспечить специализацией судей, потому что понятно, в суде, где, может быть, работает 6-8, может, до 10 судей, трудно произвести или обеспечить специализацию, и вы очень правильно заметили, что правовое поле, оно очень обширное, и тут мы можем говорить о несколько, даже десятках разных, допустим, таких более уже права, там, допустим, трудовое право, жилищное право, семейное право, коммерческое право и тому подобное. И никогда не ставился и нет сомнений в том, что не можешь быть специалистом высокого класса, одинаково во всем, во всей, как говорится, правовой системе. И, безусловно, мы идем к тому, чтобы создать возможность судьям специализироваться. Может быть, чтобы легче понять, мы можем сравнить, допустим, с системой здравоохранения, где, если мы желаем, ну, ожидаем профессионализм от доктора, то мы полагаем, что он не может быть одновременно и зубным врачом, и, допустим, там, хирургом, и лором, и еще. И, ну, подобно мы можем говорить о судебной системе. Вопрос в том, что, значит, и вот именно создание этих больших объединенных судов, по-моему, и Совет Юстиции об этом говорил неоднократно и считает, что вот эта только что завершенная реформа, она дает основания и возможности именно в рамках этих больших судов обеспечить вот эту специализации судей по разным категориям дел. И вот инициативы о создании еще отдельной системы судов, значит, экономических судов, именно ставятся под сомнение вот и Советом Юстиции по той причине, что надо сопоставить необходимости, возможности латвийского государства, бюджета, количество населения, количество дел с необходимостью создания совсем отдельного суда, либо, или возможность те же самые коммерческие дела или дела экономического характера специализировать в каждом из этих, допустим, девяти новосозданных больших судов, где количество судей это дает возможность. И, ну, это опять может быть, чтобы сравнить, если слушатели, не все, конечно, юристы, но мы очень, у нас такой очевидный пример, допустим, там, где, ну, опять, может быть, сравню с системой здравоохранения, хватает ли нам просто специализированного хирурга в рамках поликлиники, либо нам надо специализированное, допустим, отделение хирургическое, либо нам надо специальную больницу, допустим, онкологическую или какую-то. С судами, да. Так и приблизительно мы можем говорить о системе, то есть, на каком уровне, где, насколько нам необходимо создание специальной ветви или специальных судов, что, конечно, требует и человеческий ресурс, и финансирование и тому подобное. Поэтому, если так вот быть объективным, ну, понятно, что не все должны разбираться в системе, особенно не юристы, ну, насколько, когда говорят, что затягивают процесс, это не всегда именно суды затягивают, да, ведь есть следствие, которое там ведет, к примеру, полиция, потом прокуратура определяет обвинение, если мы говорим по уголовным делам. Это ведь тоже длительная цепочка, и только потом дело поступает в суд. Именно так, потому что обычно, когда мы говорим о так называемых вот этих громких делах, о этих длительных делах, о неэффективности, допустим, судов, мы меньше всего говорим о качестве решений окончательных или о качестве приговоров, но мы говорим о сроках. И если вернуться к теме о специальном суде, то надо понять, что, ну, тогда получается, что эти специальные суды будут работать по тем же законам, процессуальным законам, как они работают сегодня, будучи не специальными судами. Ну, по логике так и должно быть. Какие еще другие законы? которые делаются, допустим, нашим отделом научного анализа и судебной практики, по именно качеству решений или переговоров. Нету особенных таких проблем именно вот по категориям дел, касающимся коммерческого права или экономических преступлений. Вся проблема, если так можно сказать, со стороны, ну, наблюдающего со стороны, это длительность процесса, но это никак не вопрос компетентности или профессионализма судьи. Да. Ну, и что касается, завершая, может быть, темы экономических судов, есть ли какая-то ясность, если будет закон принят в окончательном чтении, что эти судьи как? Это будут какие-то новые судьи? Или из действующего состава их будет, не знаю, как-то переобучать? Есть хоть какая-то в этом ясность? Вот буквально через пару дней, в понедельник, Совет Юстиции будет обсуждать и рассматривать уже, ну, такие конкретные предложения об изменении регуляции, в том числе, значит, о, значит, возможном ныне, в настоящее время существующих судебных вакансий, переделение в пользу вот этих специальных судов, ну, как бы предполагается конкурс, в котором будут возможно участвовать как кто-то из нынешних судей, так и люди, юристы, исходя каких-то критерий со стороны, но это пока не все, конечно, только проекты, и как это будет, если она будет приниматься, поправки в законе уже в окончательном виде, но это сейчас трудно так спогнозировать, да. Привемся буквально на пару минут на рекламу, потом вернемся в студию, не переключайтесь. Напомню, председатель Верховного суда Латвии Иверсбичков у нас сегодня в студии, вот может быть такой вопрос, который я хотел вам задать, все-таки Верховный суд, если мы говорим о Верховном суде, зачастую он принимает такие решения, которые создают юдикатуру, ну, то есть это по существу, ну, закон в какой-то степени, там, где есть пробел в законодательстве, да. Насколько, учитывая ваш опыт, сейчас это часто бывает, когда действительно судьи Верховного суда анализируют то и иное дело, чувствуют, что да, вот действительно здесь пробел, и здесь пробел, и надо бы как-то вот закон принять или поменять, насколько это часто вообще бывает, может быть, что-то у вас какие-то в памяти есть яркие какие-то примеры за последнее время? Ну, во-первых, я скажу, что именно в последние годы очень-очень активно работает нами, ну, фактически вновь созданный отдел по научному анализу и обобщению судебной практики или юдикатуры, и мы очень развиваемся в этом плане, и, ну, наши решения, наши тезисы, в том числе и, во-первых, вопросах, по спорным вопросам, они стали доступны фактически для каждого юриста, для каждого… Да, в публичном доступе можно почитать. Именно так. И мы работаем над, значит, базой данных, которую может любой интерес найти в нашем домашнем листе. По разным критериям и по датам, по тематике, по разным. Так что следует отметить, что мы получаем очень хорошие отзывы и с адвокатов, и прокуроров, и судей, что эта информация, наши вот эти тезисы и наши рекомендации, они доступны, очень понятны и очень ожидаемы именно тем специалистам, которые занимаются вот именно по конкретным суде, вот именно по этим делам. Так что мы над этим работаем и фактически, ну, как бы, не скрываем, и, по-моему, нам довольно хорошо это получается. Ну, надо сказать, что юдикатура или судебная практика, ну, ну, тут может быть немножко нюанс, судебная практика может быть и неправильная или ошибочная, но, в принципе, мы говорим о юдикатуре, то есть решения или какие-то заключения, которые действительно следует считать по тем или иным каким-то делам правильные и, как бы, рекомендуемые для следующих дел. Для следующих дел такие, прецедент создается, да? Да, ну, в принципе, мы, как бы, не работаем по системе прецедента, но... Да, у нас все-таки не английское право, да. Как-то мы можем сравнить, конечно, потому что, ну, трудно представить, что если, допустим, схожее дело сегодня решалось каким-то образом в одном, как бы... А в другом случае? Да, в другом случае мы совсем делаем такой, как бы, переворот, и бывает, конечно, но это очень редко, такие радикальные, конечно, в принципе, нет, даже не бывает, но то, что развивается юдикатура и в каких-то нюансах, или же в случае изменения закона, или же какие-то экономические ситуации меняются, и вслед за этим, конечно, и реагируется решениями судов, где, может быть, если мы сравниваем, допустим, какое-то решение, там, 5 или 10 лет обратно, это тот вопрос решался несколько, может быть, по-другому. Но, как говорится, это все в развитии, и все это мы делаем и стараемся, чтобы это было всем доступно и понятно. Да, вот видите ли вы проблему, я так относительно недавно по-моему, была дискуссия на сей счет по поводу открытости судов, потому что, ну, бывает, наверное, ситуации, когда журналисты хотели бы получить какие-то пояснения от судей. Да, все понятно, что это еще, возможно, не окончательное решение, оно может быть обжаловано, и вроде бы суди не хотят заранее что-то комментировать, но иногда очень хочется понять, почему судья поступила так или иначе. Что, как вообще быть, что вы рекомендуете вообще судям, обсуждаете ли вы эту тему о том, чтобы все-таки суды стали вот более открытыми, ну, не тайно там судебной комнаты, а уже после решения как-то общаться с обществом? Ну, как я уже в начале нашего разговора фактически цитировал президент государства по поводу не совсем правильного восприятия судебной работы в Латвии, мы для себя, конечно, тут видим задачу, то есть говорить, разъяснять свою работу. И в этом плане, я думаю, ну, если совсем еще в недалеком прошлом, даже не только в Латвии, но в принципе вообще, допустим, и в Евросоюзе отношение судей к работе, разговору, ну, глаз на глаз с журналистом считался, ну, практически невозможным и недопустимым, то в настоящее время, ну, надо сказать, что ситуация абсолютно изменилась. И по этому поводу насчет и стратегии коммуникации с обществом, были несколько решений и рекомендаций со стороны Совета Юстиции, адресованная не только судем, но и прокурором. В частности, в Верховном суде у нас есть отдел коммуникации, поддерживающий вот упомянутый и наш сайт. во всех, ну, не совсем во всех, но в крупных судах есть специальные люди, коммуникаторы, которые занимаются именно, ну, разъяснением, оповещением медиа, населения о том, что происходит, какие решения принимались, и в том числе, и даже, ну, может быть, так, не сразу и все, но мы стали, то есть, судьи стали и сами комментировать, говорить, разъяснять принятые решения. Ну, тут надо, может быть, и заметить, что, конечно, не забываем и о том, что чем понятнее решение, тем менее требуется его разъяснять. Это уже профессионально, ну, работаем над тем, чтобы и сами решения, определения или приговора, принятые судами, были уже по содержанию более уже понятны. Ну, конечно, мы не можем перейти совсем на такой, ну, бытовой язык, и, конечно, больше всего или множество, может быть, не юристов, там есть непонятных слов, терминов, но все-таки мы пытаемся и язык, именно язык решений, содержания уже в самом начале уже, как бы, ну, чтобы он не был абсолютно непонятной азбукой Морзе, где требуется действительно много и общинно разъяснять, что там написано. Может быть, такой вопрос, насколько сейчас суды, или, может быть, вы как-то рекомендуете, учитывают, ну, принимая то или иное решение, рассматривая не только латвийские законы, Конституция, это понятно, но и международные акты, которые тоже обязательно для Латвии. Насколько это учитывается? Потому что, если их не учитывать, рано или поздно дело дойдет до Страсбургского суда. Ну, я бы сказал, что это, в принципе, уже делается повседневно. Если сравним, может быть, лет 5-10 обратно, и это было очень редко, когда мы титирули или упоминали в своих решениях, отзывались на какие-то международные стандарты или документы, то, в принципе, ну, на сегодня, наверное, ситуация такая, что надо будет поискать документ, судебный документ, решение, где бы не было упомянутого, допустим, или отзыв на какую-то международную практику, разъяснение того же Страсбургского суда, либо Люксембургского суда. В частности, Верховный суд довольно часто обращается с запросом приюдициальным, то есть запрос в Люксембургский суд с просьбой разъяснить то или другое положение, если уже применяется европейское право. Так что это делается, и это уже не можем считать уже исключением нормальной повседневной работы. Насколько суды, вот учитывая практику последних лет, смотрят, если так можно сказать, более широко на те или иные экономические процессы? Ну, к примеру, вот эти все процессы неплатежеспособности, одно время тоже была большая дискуссия, с одной стороны, есть судья, видишь, что по признакам есть вот эти признаки неплатежеспособности, она может с легким сердцем сказать, да, мы начинаем этот процесс неплатежеспособности. С другой стороны, я думаю, что судьи тоже понимают, что в большинстве, наверное, случаев, когда такое решение принято, чаще всего оказывается, что государство в результате не получает ничего, поскольку вот этот процесс идет, там уже выясняется, имущества нет, в общем, или невозможно спасти. Насколько суды сейчас это смотрят более гибко и, не знаю, дают какой-то шанс на санацию этого предприятия, чтобы потом все-таки были рабочие места и чтобы налоги шли государства? Ну, отвечу так, что, конечно, мы знаем, наверное, что, говоря о применении закона, мы упоминаем или говорим о том, что есть буквальное применение закона и по существу. И, в принципе, я бы вот и в данной ситуации тоже говорил бы о том, что, конечно, во-первых, судьи это живые люди, которые действительно живут в какой-то среде, видят и ту же социально-экономическую ситуацию. Но все-таки следует заметить, и это, безусловно, категорическое требование закона, что суд подчиняется только лишь закону. Тут не место эмоции или личному отношению к тому или другому процессу. И, ну, бывают случаи, когда, может быть, вот именно чувство справедливости внутреннее, как человека, может быть, не идет вместе или идет в разрез по каким-то вопросам с требованием закона. То есть законность и справедливость, она, ну, в принципе, не всегда одно и то же. Так что, ну, ответ, наверное, будет так, что в основном все-таки суд должен и руководствовать законом. И если есть несоответствие, вот именно, или, ну, какое-то отставание закона от ситуации, в принципе, это все-таки проблема законодателя. Считаете ли вы, что вот проблема законодателей в том, что, ну, часто мы слышим в обществе, и даже, кстати, не только в обществе, даже представители, ну, даже и антикоррупционного бюро говорят, что, ну, мы делаем свою работу, вот когда дело доходит до суда, очень мало сидят за коррупцией. Я понимаю, что там, может быть, для судей такая фраза «очень мало сидят за коррупцией» как-то режет слух, но в обществе есть такое мнение, что вот те, кто, если так сказать, подозревается в очень больших вот каких-то финансовых махинациях, преступлениях, они чаще всего, не знаю, уходят от какой-то там ответственности. Касательно судей следует заметить или подчеркнуть, что суды не создают дела. И суды могут рассмотреть обвинения, допустим, только в отношении таких лиц и только в совершении таких преступных деяний, какое дело поступило в суд. Да, вы же сами ничего не возбуждаете, никакого и говорить о том, что где-то какие-то факты не доходят или пропадают, или скрываются, но это в адрес не суда, потому что если мы смотрим, ну, хотя бы процент оправданных, что может быть было бы как бы касательно суда, вот, допустим, столько и столько было обвиняемых, и суд взял и всех оправдал. Нету такой статистики, и это неправда, потому что те дела, которые действительно были доведены до окончания следствия, далее направлены в суд, поддерживалось обвинение прокурором, они были в порядке, установлены законы, рассматривались, и уже проверялись, и говорить о том, что какое-то специальное отношение, что вот тут очень много суды оправдали, или, в принципе, я бы сказал, что нет оснований таким. Так что, если есть, и об этом, по-моему, тоже публично и много говорится, о качестве расследования, о ресурсах полиции, о образовании следователей. А бывает так, что судьи видят какой-то, ну, такой факт, который они не могут умолчать в качестве сбора доказательств? Есть такие частные определения, потому что когда-то были? Да, закон предусматривает, конечно, ну, нет возможности, допустим, до какого-то времени в прошлом у нас было такое понятие, как направление на дорасследование. Такого в настоящее время нет, то есть, какое дело оно есть, либо оправдательное, либо мы осуждаем. То есть, есть возможность, конечно, маневра для прокурора и возможности изменения некоторого объема. В процессе суда, да. Есть такое, но это немножко по-другому уже делается. Но, так что, ну, какое оно дело есть, по какому, насколько качественно оно, так что, ну, это вопрос уже в качестве собранных доказательств и следствия. Да. Вот такой последний вопрос, так вот время быстро эфира подходит к концу. Что вы, может быть, или как вот этот судебный совет или как представитель Верховного суда видите вот в планах, что нужно было сделать, что вас, может быть, еще беспокоит, где вы видите какие-то вот возможности, не знаю, для улучшения системы? Ну, то, что мы работаем в настоящее время в Совете Юстиции или Совете Судов, значит, у нас в процессе в настоящее время есть абсолютно новый, радикальный, измененный порядок для кандидатов, молодых специалистов, желающих стать судьями, то есть требования... А, вот это ты как раз хотел спросить по поводу молодых, да. Требования в настоящее время Советом Юстиции создана рабочая группа и работаем на совершенно новых, новых, ну, значит, критерии, требования и характеристики для желающих, ну, стать судьями. Это, я думаю, принесет, может быть, не сразу, конечно, результат, но если мы смотрим вперед, в будущее, конечно, уже качество молодых коллег уже, я полагаю, будет уже профессионализм и желание добросовестно работать будет уже, ну, уже поднятно на каком-то другом уровне. Окончание или вот мною упомянутой большой реформы, которая в том числе позволяет вот по-другому смотреть на специализацию, которая уже фактически автоматически означает возможность углубленного профессионализма на более узких каких-то категориях дел тоже, ну, следует нам все-таки использовать эту реформу и как-то определиться, ну, как мы будем специализировать, по каким категориям, насколько широко и как это тоже должно работать. Вопрос финансирования судебной системы оплаты труда, в первую очередь, работников суда. Ну, не секрет, что... Имеется в виду и помощники судей, и секретарей судов. Потому что, безусловно, они имеют очень большое значение в функционировании суда. И если мы желаем, ну, быть конкурентоспособными, то, ну, должен быть какой-то ресурс, чтобы мотивация, как бы мы привлекали лучших или профессиональных, хороших, ну, с практикой, с образованием молодых людей, которые желали бы работать в судебной системе. Да, ну что, спасибо большое, Игорь Збичкович, был у нас в студии, представитель Верховного суда Латвии. Латвии.